всем привет давайте еще немного по скульптурим в прошлых видео мы делали каток и шестеренку и вот стал вопрос у меня как бы теперь к этому делу сделать танк вот сидел думал думал моделировать слишком долго и модель неизвестно как получится а лепить мы уже умеем и решил я вылепить по полностью танк башню и корпус скульптурис а потом закинуть забрав так сейчас я найду это дело вот такая у меня получилась башня сначала я хотел сделать через мудбокс потом все-таки решил скульптурис полностью делать ее из сферы вот такая она получилась паз выберу потом забрав чтобы ровный был просто как наметкой вот такая болванка у меня получилось с т-34 танком объяснять как делал может быть и не надо это и так понятно ну давайте разберем вот включена симметрия сначала я включил полностью модель моделирование стал так вот потихоньку вытягивать прибавлять вот что-то вот такое у меня стало получаться я сначала думал получится не получится ну потом прошелся сглаживанием выравниваем поверхности и стало кое-что уже вырисовываться и я потихоньку решил что все таки дело пойдет очень долго конечно это дело происходит но я думаю не быстрее если делать ее 3d max или кто его знает я не работал не буду утверждать вот так я это дело моделировал так у нее выходит башни вот что-то вот такое у меня получилось я это дело потом еще корректировал смотрел на рисунки как вот башня в принципе выглядит потом выбрал середину вот таким делом занялся словом когда вы будете середину выбирать смотрите чтобы вот это вот трещина ну по симметрии заглаживайте чаще чтобы потом казусов не было вот такая штукенция выходит вот вы видите начало ее рвать значит хватит и хватит уже вот так мы это дело заделаем и немного оформим приблизительно как бы она была вот такая штука немного тут погладим показываю быстро так что может быть не так будет вид у башни ну я не имею цели сделать ее полностью показать вам как она это я показываю процесс как я делал теперь мы это дело вот так вытягиваем и немного корректируем так как башня у нас немного наклонена вот такое у нас дело получается и и теперь давайте пройдемся кисточкой отметим вот эти части отметим вот эту часть вот такие вещи делаем полностью рисуем изгиб где и что у нас должно быть вот что-то такое у нас получается и теперь давайте погладим это все дело вот так мы это дело сделаем здесь в башне кстати у нас идет вот снизу округление вот за него тоже надо не забывать давайте немного теперь подкорректируем нашу башню вот где-то вот так она у нас будет здесь сзади у нас выходит рисунок совсем другой где-то вот так вот чуть-чуть наискос и вот теперь мы это дело опять потихоньку выглаживаем сильно выглаживать не надо вот так вот проходите слегка делаете форму чтобы у вас углы были вот пусть даже вот такая штукенция у вас получилось вот так вот где-то и теперь мы это дело чуть-чуть выгладим чтобы башня была мягко для виду вот так где-то это дело будет выглядеть вот такая штука у нас получается и мы опять уже уменьшаем полозок интенсивности гладим ее пока она не приобретет вид нормальной башни полозок регулируйте сами как как она будет мягче идти тяжелее больше пазов будет оставлять вот так еще чуть-чуть откорректируем принципе где-то башня вот так у нас и выглядит здесь прибавим потихоньку мы это дело опять же можно уменьшить детализацию вот так вот это дело мы все выглаживаем чтобы все края у нас были ровные можно проводить не водить вот так вот на месте а можно просто вот так вот снимать от одного края к другому и она тогда вид получается чуть лучше вот так все это дело оформляем чуть-чуть прибавим сейчас здесь подкорректируем вот где-то что-то вот такое у нас получается вот так где-то башня выглядит все болванка в принципе готова над ней еще можно поработать выбрать здесь под башню паз как это теперь все выглядит принцип тот же самый можно делать и корпус я вам сейчас покажу как это все выглядит уже собранная вот такая штука у нас получилась для чего я это все делаю чтобы на принципе вот этой вот этого танка на этой болванке попробовать многие детали как и что делается допустим вот треки буду делать вам покажу как крылья потом делать как сделать пулемет допустим лицевую вот эту вот плиту ну с этой понятно как делать мы уже в прошлых уроках все это дело рассматривали как с цилиндром работать и в принципе получается у нас вот такая заготовка под танк в принципе если исходить это из того что она полностью лепленная ну башня ровненькая гладкая корпус тоже немного вот со сварными швами у меня не получилось ну я это дело подкорректирую опять же вам покажу в процессе когда я искал танк как делать в интернете я не нашел нашел только один вариант видео это на русском языке в 3д макс ну решил так сказать поэкспериментировать сделать свой танк пусть он будет не похож полностью детально ну хочу довести его до более менее приятному взгляду виду все всем пока следите за видео может что-то научимся делать что-то получится у нас путнее все все всем до свидания пока 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 не